Сегодняшний доклад посвящен практике постановки управленческого учета. Предлагаю немножко отвлечься от темы бухгалтерского и налогового учета и немножко размышлять на тему управленческого учета. Почему тема на самом деле актуальна? Ну и Европа, и США уже признают, что вступают в стадию экономической рецессии, такой долгосрочной, и в принципе, наверное, у нас тоже костюм. Поэтому собственники компании, наверное, захотят все-таки более детально, более точно подсчитывать свои денежки. Вот по содержанию моего доклада несколько пунктов. Ну, во-первых, поговорим, что такое понятие вступительности управленческого учета и почему тема актуальна на сегодняшний день. Какое место занимает управленческий учет в функциях управления? Управленческий учет как финансовый учет и управленческий учет как средство принятия управленческих решений – тоже один из пунктов. Следующий пункт – подход к постановке финансового управленческого учета компании «ЛАД». То, что мы предлагаем своим клиентам. Связь управленческого учета и бюджетирование. И в итоге, если у нас останется время, поговорим о пользе двойной записи в управленческом учете компании и бюджетировании. То есть, насколько он нужен. Что касается понятия управленческого учета, ну, управленческий учет – система выявления и измерения, сбора, обобщения и предоставления, важный для принятия управленческих решений информация. Ну, вот, в принципе, по всех источниках литературы говорится, что управленческий учет, вот, он как-то обособлен от финансового. То есть, управленческий учет, по сути, неравен финансовому. Ну, вот, наверное, в свете последних событий именно у нас в стране, наверное, все-таки будет актуальным и классический финансовый управленческий учет. Поэтому я выделяю два уровня управленческого учета – это оперативный, вот, классический управленческий учет из литературы и финансовый учет. Что относится к оперативному управленческому учету, ну, быстренько? Ну, допустим, складской учет. Это количественный учет в разрезе складов и номенклатуры, складская логистика, учет по исчезам склада по местам хранения, учет продаж. Ну, соответственно, эффективность продаж по менеджерам, номенклатуре, сегментам и так далее, и так далее, и так далее. Вот, проектный учет, контроль выполнения проектов в разрезе этапов, исполнителей и сроков. В принципе, все это, конечно, очень важно для именно принятия управленческих решений на оперативном уровне. Но, по большому счету, в финансовой отчетности эти показатели, эти измерения, в общем-то, ну, никак практически не отражаются. Ну, единственное, наверное, по подразделению, в разрезе подразделения, нужна финансовая отчетность и направление бизнеса. Что же я понимаю под классическим финансовым управленческим учетом? Ну, во-первых, это, по сути, бухгалтерский учет, но который формируется уже в соответствии с учетной политикой для цели управленческого учета. Соответственно, классический финансовый управленческий учет ведется в целях формирования управленческой финансовой отчетности. Ну, стандартный управленческий баланс, отчет о доходах-расходах, отчет о движении денег и средств и другие необходимые финансовые отчеты по данным именно управленческого учета. То есть так, как нужно учитывать по требованиям руководства. Почему эта тема на сегодня актуальна и почему выделяется в отдельную, грубо говоря, дисциплину именно финансовый управленческий учет у нас в стране? Ну, во-первых, политика компаний по оптимизации налогообложения. То есть бухгалтерская отчетность уже во многих компаниях, наверное, мало соответствует сущности и мало отражает то финансовое состояние, финансовое положение компании, которое есть на самом деле. Ну, опять же, часто хозяйственные операции СБУ по форме не соответствуют содержанию. То есть одно из требований благоучета обычно очень часто нарушается. Но это, наверное, все вы знаете, касается уплаты за какие-то услуги некоторым контрагентам. Что еще? Управленческий учет руководства часто более оперативно требует предоставления отчетности. Ну, на практике это пятое число, я не знаю, десятое, это уже редко, следующего месяца, причем не квартал. Ну, и требования руководства в формату отчетности все-таки уже отличаются от требований финансовых и налоговых органов Российской Федерации. Соответственно, применение бухгалтерской отчетности для цели принятия управленческих решений, в общем-то, как обратный процесс, попытка выстроить благоучет в соответствии с требованиями для цели УУ, может снизить конкурентоспособность фирмы, ну, на рынке, что, в общем-то, наверное, недопустимо. Однако, так как создание отдельной системы управленческого учета требует значительных затрат, ну, это действительно так, развитие данной системы в компаниях обычно начинается на базе двух учетов. Ну, наверное, все вы знаете, наверное, большинство из вас уже встречалось с этим, что, когда у руководства возникает желание увидеть реальные свои расходы или доходы, или финансовый поток, они обращаются, ну, в первую очередь, к сотрудникам бухгалтерии. Сотрудники бухгалтерии начинают там что-то ваять где-то в их цели, собирая остатки там оборотов по счетам учета. Вот несколько слов о функциях управления и какое место в них занимает финансовый управленческий вида учетов. Ну, в общем, функции управления из чего состоят? Это планирование, это организация, это мотивация и контроль и принятие управленческих решений. Вот эти четыре пункта являются взаимосвязанными функциями процесса управления. Ну, основные из них, это, конечно, планирование. Планирование тогда выгодит постановку целей и задач компании и определение методов и средств достижения. А контроль – это средство обеспечения достижения компании своих целей, поставленных на это планирование. Контроль также предполагает измерение достигнутых результатов и анализ отклонений, и принятие управленческих решений на основе этих отклонений. Вот основные направления менеджмента, наверное, можно выделить, ну, по крайней мере, я выделил вот три основных. Это коммерция, вот цели коммерции, какие – увеличить объем продаж, увеличить долю компании на рынке. Прошу прощения. Степень присутствия своего увеличить на рынке. Производство. Если мы говорим о производстве, какие цели здесь? Ну, наверное, разработка новых продуктов, более эффективных, снижение ресурсоемкости производства, это понятно. И увеличение объемов производства, если продукция пользуется спросом. И третье направление менеджмента – финансы или экономика. Ну, какие здесь цели? Вот цели сугубо. Это получение прибыли, достижение уровня финансовой устойчивости и рентабельности и генерация положительного денежного потока. В малом бизнесе, наверное, все-таки денежный поток играет основную роль. И руководство требует именно расчет, именно его обращать. Соответственно, финансовый управленческий учет является инструментом для управления финансами и достижения экономических и финансовых целей. То есть вот как раз таких, как получение прибыли или генерация положительного денежного потока. Вот основные этапы управления финансами. Ну, во-первых, это финансовое планирование или в классе это бюджетирование, как средство планирования. Это установка управленческого учета, как средство организации и введение финансового управленческого учета, как средство контроля. Основное назначение финансового управленческого учета это средство для принятия управленческих решений при управлении финансами. То есть вот управленческий учет не должен быть такой вещью в себе. Не нужно вести управленческий учет ради учета. Вот, допустим, бухгалтерский учет, ну, Министерство финансов и налогов, Министерство по налогам и сборам, там, конечно, создали методику, указали всем предприятиям ей соответствовать и, в принципе, собирать информацию. Какую роль выполняет, соответственно, бухгалтерский учет именно на предприятии? Ну, по большому счету это сервис, такой внешний сервис, то есть работа на государство, по сути. Конечно, предоставляются данные для руководства и основой этих данных является бухгалтерский учет, но не всегда требования руководства соответствуют требованиям Министерства финансов по составлению той же самой отчетности. Вот, соответственно, управленческий учет, он в первую очередь должен быть управленческим инструментом, он должен позволять предоставлять именно нужную информацию для руководства. То есть не надо, там, каких-то сверхсложных схем учетных, если директору нужна рассчитательная прибыль, там, по методу директ-постинг, и все, больше ему ничего не надо. Ничего здесь не надо особо придумывать. Ну, и, соответственно, у нас в слайде, наверное, уже видели, грамотно построенная система финансового учета и планирования к лично-серктивному управлению компании. Ну, в общем-то, соответственно, вложения являются не расходами, а инвестициями. Ну, в общем и целом полностью согласен с этим. Вот тема управленческих учетов, финансового учета и управленческих учетов средства принятия управленческих решений. То есть, вот как я уже сказал, все-таки основное назначение – это инструмент для принятия управленческих решений. Но в то же время управленческий учет является финансовым, и здесь тоже есть кое-какие свои, какие общепринятые требования и принципы. Ну, вот, по принципам быстренько пробегусь. Последовательность применения учетной политики – вот хороший пункт. Не нужно при этом, если это зафиксировать, от кого-то, соответственно, не сможет каждый месяц менять свои желания. Как же она хочет увидеть и как хочет рассчитать. Соответствие периода принятия доходов и расходов. Если, соответственно, применяется метод начисления при формировании отчета о доходах и расходах. Стоимостная оценка в госоперации – ну, понятно, денежные измерения и периодичность формирования учетности. То есть, опять же, фиксация требований у кого-то о сроках предоставления информации и в какой периодичности она должна предоставляться. Вот базовые требования, ну, тут несколько более интересны. И эти же требования применены в двух учетах, но имеют свой окрас по управленческому учете. Ну, вот своевременность отражения в госоперации. То есть, в двух учете это требует законодательства, ну, там, в течение квартала, чтобы все хотя бы отразить. В управленческом руководство требует уже более оперативно отражать данные. Как я уже сказал, иногда закрывают месяц. А из течения пяти дней следующего месяца тут, ну, достаточно сложно. Иногда бывает, что документов фактически нет, а операцию в управленческом учете все-таки надо отразить и показать финный результат. Бывает и такое. Приоритет содержания перед формой. Ну, вот тут в управленческом учете, как ни в каком другом, конечно, должен вот это требование выполняться. Потому что если здесь оно выполняться не будет, тогда, в принципе, управленческий учет не нужен. Существенность. Опять же, не надо в управленческой отчетности валить там, сколько расходов на то или иное подразделение было потрачено на покупку карандаши и списано туда. Ясность и понятность учета. Вот тоже основное правило управленческого учета, чтобы руководство понимало все-таки, как ведется учет и что в отчетности в этой выдается, что показывается. Ну и экономичность и рациональность учета основное также требование управленческого учета, то есть, в принципе, нужно то, что нужно и не надо ничего больше. Продолжение следует... Вот. Если посмотреть на управленческий финансовый учет с точки зрения инструмента для принятия управленческих решений, вот финансовый управленческий учет должен соответствовать главному требованию системы управления, это применимость и эффективность финансово-управленческой отчеткости для цели принятия управленческих решений. При этом данное требование является более приоритетным, чем все вышесказанные требования учебные, вместе взятые причем. Выстраивать и вести финансовый управленческий учет и формировать управленческую учетность в необходимом виде понятного руководства. Ну вот, в качестве примера, директор предприятия говорит, что сформируйте мне отчеты доходов и расходов. Ему бухгалтер приносит. Он говорит, блин, а где зарплата начальника цеха? Ну, вы знаете, зарплата начальника цеха у нас является общепроизводственными расходами, и она сначала списалась в незавершенное производство, потом из незавершенного производства на выпуск продукции, а мы этой продукции не реализовали бесконечно. Соответственно, расходов по ней у нас нет. Ну, наверное, законный вопрос или пожелание директора, все-таки, ребята, давайте будем смотреть более реально на вещи, я зарплату ему плачу, он находится на окладе, соответственно, расходов я должен увидеть. Ну, что здесь можно предложить? Конечно, можно учитывать общепроизводственные расходы как общих хозяйственных. В данном случае единственным прямым расходом перемена, который войдет в себестоимость, наверное, будут просто товарно-материальные запасы, которые использовались для производства продукции. Соответственно, можно вывести в отчет о доходах и расходах отдельную строчку по количеству произведенной продукции и вывести накладные расходы именно там цеховыми. То есть, вот, требования урководства здесь более приоритетны, нежели все вместе взятые методики управленческого учета, даже общепринятые и признанные. Вот какой подход предлагает компания ЛАД при постановке систем финансово-управленческого учета? Ну, во-первых, сразу стоит сказать, что в таких проектах, как постановка управленческого учета, бюджетирование, очень существенная доля консалтинговой составляющей. То есть, результат на 90% будет зависеть от того, кто именно с вами работает, насколько квалифицированный консультант с вами работает. Но, в общем и целом, мы можем выделить 7 этапов, начиная с самого начала постановки финансово-управленческого учета. Ну, во-первых, это обязательно нужно уяснить основные бизнес-процессы компании. То есть, чем занимается предприятие, это, как очень важно, нужно выучить перед началом проекта. Детального описания бизнес-процессов, вот отдельного какого-то проекта про описание бизнес-процессов здесь не требуется. То есть, нужно именно, чтобы консультант понял, что же компания делает. Ну, второй пункт. Сбор требований к учету и отчетности. Как это нужно? То есть, у руководства спросить. Третий, это сбор информации об управленческом учете, как он сейчас ведется. Следующий, это заключение о корректности и корректности отражения хозоперации в управленческом учете и отчетности в соответствии с требованиями. Предложение более эффективных и корректных способов отражения хозоперации в учете и отчетности. Предпоследний пункт, это формализация согласованных положений управленческого учета. И последний пункт, если нужно, то автоматизация системы управленческого учета. Конечно, автоматизация нужна на сегодняшний день. Ну, вот по каждому пункту несколько подробно. Значит, сбор требований к учету и отчетности как надо или как нужно. Основные задачи консультанта здесь, это определить требования руководства к учету и отчетности. Что же все-таки нужно руководству именно? Во-первых, выявить, на предмет чего анализируется управленческая отчетность. Во-вторых, определить характер управленческих решений, которые будут приниматься на основе финансовой управленческой отчетности. И, ну, в принципе, третье, самое главное, выяснить состав и формат требуемого управленческой отчетности. То есть, в каком виде нужно предоставлять руководству, а не в каком оно сейчас предоставляется. Соответственно, сбор о том, как есть. Здесь основные задачи, во-первых, систематизировать основные элементы учетной политики для ЦЛИУ. Ну, вообще, если честно, что сразу забыл сказать, когда приходишь на предприятие, то обычно там уже есть какие-то требования, но эти требования только формочки. Формочки, какие предоставляются руководству в качестве управленческой отчетности. И бухгалтера, которые занимаются подготовкой этой отчетности, они иногда, ну, собирают обороты по счетам, да, но о таком понятии, как управленческая, вернее, учетная политика в целях управленческого учета обычно не задумываются. И вот приходишь на предприятие, а в чем у вас отличие? Они говорят, да у нас нет отличий. А вот в малом бизнесе такого не бывает. Там отличия, они всегда есть. Даже с тем же самым интересом это всегда уплывает. Ну, это вот слово. Соответственно, сбор информации как есть, систематизировать основные элементы учетной политики для целей управленческого учета на предприятии, даже если ее нет, формализован. Определить соответствие требований к учетам как есть и как нужно. Соответственно, сформулировать выявленное отклонение. И если источником первичных данных для управленки являются данные дух учета, что, в общем-то, в большинстве случаев необходимо выявить отличие управленческой учетной политики от бухгалтерской учетной политики. Заключение о корректности отражения в учете, ну, соответственно, о корректности отражения в возоперации в управленческом учете отчетности в соответствии с целями применения управленческой отчетности. То есть в соответствии с тем, что хочет руководство. Но здесь основные задачи, если выявлены некорректности какие-то, нужно обсудить и донести возможные последствия подобного отражения. То есть, по сути, если действительно что-то отражается некорректно, то это, в большинстве, вводит руководство в заблуждение. То есть нереальный финансовый результат, нереальный финансовый поток, хотя финансовый поток, ну, по сути, достаточно просто рассчитать. Искорминировать урегулирование возникших разногласий. Вот предложение более эффективных способов введения учета и отчетности и оценка возможностей применения руководства. Введение учета и определение финансового... Вот, ну, коротко, соответственно, какие могут быть методы по повышению эффективности. Разделение учета по видам бизнеса или по направлению деятельности. Выделение ЦФО. Переход скрасного метода учета доходов-расходов на метод начисления. Более справедливые и более простые методы калькуляции себестоимости. То есть метод определения эффективности собственных сервисных подразделений. То есть это то, что только на данных управленческого учета можно сделать. Переход к балансовому учету. Ну, вот если это необходимо действительно для предприятия. Опять же повторюсь, данные методы предлагаются, если это будет использовано на предприятии, если это пойдет руководство. Ну, и формализация согласованных положений управленческого учета, что сюда включается. Подготовка учетной политики, соответственно, для цели управленческого учета. Это первое. Подготовка альбома формы управленческой отчетности. И формализация методических указаний к проведению управленческого учета и подготовке отчетности. То есть как должны заполняться отчеты, перейденные отчеты. Ну, соответственно, можно выделить отдельным разделом или документом отклонения политики ВУ для и бухгалтерского учета. Ну, соответственно, автоматизация системы. Мы тут ничего... Обычно предлагаем все-таки свою систему от управления бизнесом. Но вот основная фишка этой системы. Система самодостаточная. И может интегрироваться с любой системой один из семерка и восьмерка. И может брать оттуда управленческую информацию и интерпретировать ее так, как нужно. Ну, ценовая политика. Связь управленческого учета и бюджетирования короткая. То есть, в принципе, нельзя спланировать расходы, не зная своих расходов. То есть, сначала нужно узнать, сколько вы тратите, а потом уже планировать. Ну, с доходами несколько проще. Соответственно, вот эта связь, она очень четкая. И бюджетирование без управленческого учета не работает. Как бы управленческий учет без бюджетирования получается посмертным. И, ну, все-таки нужно и то, и другое. Ну, и двойная запись в системах управленческого учета. Вот плюсы. Возможность подготовки управленческого или предмогранного баланса и формирования стандартных бухгалтерских учетов по счетам плана счетов. Ну, да. Для кого-то это классно. Ну, минусы какие? Стоимость проработки такого учета или бюджетирования обычно в два раза дороже. То есть, вот, если нет баланса, то там, я не знаю, 50 тысяч рублей. Если есть баланс, равно 100. То, трудоемкость разработки, очень серьезная методическая работа, проработка корректного отражения на балансе абсолютно всех позапераций, проработка методики закрытия периода. Ну, и несколько усложняется сама процедура ведения управленческого учета на закрытие периода. Соответственно, при принятии решения, нужно это или не нужно, ну, в первую очередь нужно спросить руководство, а потом разъяснить, на что это выводится. Ну, в общем-то, вот, собственно, все. У меня большое спасибо за внимание.